Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенас и сегодня у нас новое видео, которое будет называться Неравная битва. В данном видео сразятся две сильные команды на определенных персонажах, которые вы здесь видите на экране. Досконально я объясню, как это все будет происходить, конечно же, в начале игры. Поэтому обязательно досмотрите видео от начала до конца, чтобы понимать, что будет здесь сегодня происходить. Заруба будет очень лютая и, конечно же, с непредсказуемым концом. Сегодня мы узнаем, что же действительно решает. Решает скилл или же все-таки пик героев. Друзья, перед началом данного видео рекомендую обязательно подписаться на ютуб канал, поставить лайк, ну и, конечно же, написать добрый комментарий. Друзья, спасибо всем, пожелаю всем приятного просмотра и мы начинаем. Так, ребятки, в общем, смотрите, у нас сегодня идут две игры. Две игры, которые у нас будут называться Неравный бой. Мы это назовем так. Почему? Потому что у нас есть определенный пул героев, которые сегодня у нас будут использовать обе команды. У нас здесь представлены определенные персонажи, на которых сегодня ребята будут играть. Я сейчас оглашу список персонажей, которых ребята могут напикать, но персонажей всего 8 на команду с синтов и 8 на команду с коржей. После того, как ребята отыграют одну игру, выбрав своих персонажей в команду, они свапаются и играют на персонажах, которые играли противоположная команда. Надеюсь, тут понятно. То есть, соответственно, если у нас первая команда берет там Найкса, Леоника, там условно Вайпера, то на следующей игре уже команда с коржей берет тех персонажей, которых пикали с синты. Вот такая у нас сегодня будет небольшая заруба. В первой команде у нас имеется возможность взять определенных персонажей, таких как Бэтрайдер, Тралл, Антимаг, Бладсикер, Тролль, Свен, Люкан и Скелетон Кинг. Так, это для первой команды пул-героев. Всего 8 героев, из них тут нету саппорта, поэтому нужно будет просто нереально как-то извиваться, но посмотрим. Следующее, что нам нужно сделать, это сейчас Лазер-4. Так, у нас ограниченный пик, я им писал. Следующее, что у нас есть, это у второй команды пик должен быть такой. Чен, Некор, Террор Блэйд, Войт, Вайпер, Найкс, Панда, которая у нас имеется, Брюмастер, ну и конечно же Легион. Что-то из этих персонажей. Теперь, теперь, внимание. У команды с синтов 8 героев, у команды с коржей 8 героев. Следующий момент, который у нас тут есть. Сейчас ребята должны определиться с пулом героев и, конечно же, начнем игру. Ребята, давайте стартанем. Мод АП и я распишу героев. И будете думать. Ок? Если готовы, можем начинать. Это неравная битва. Let's go. Сейчас я буду примерно ребятам расписывать, какие у них должны быть персонажи в этой неравной битве, для того, чтобы выяснить, какие герои будут сильнее при определенных условиях. Теперь, АП есть, плюс, внимание, углашаю список героев для синтов. Внимание. БТР. Трал. Антимаг. Блодсикер. Блодсикер. Тролль. Варлорд. Теперь Свен. Люкан. Скелет. Скелет. Это для синтов. Убирайте пока. Теперь. По очереди. Можем по очереди. Как удобно. Можно и по очереди. Для скоржей. Пишу. Пик. Так. У скоржей. Чен. Некр. ТБ. Войт. Вайпер. Найкс. Брюмастер. Лего. Думайте. И пикайте. После игры меняйтесь героями и сторонами. Надеюсь, игры получатся, ребятки, интересными. Надеюсь, получатся интересными. Поэтому не забывайте подписаться, поставить лайк. И будет все прекрасно. Также смотрите другие видосы на канале, ребятки. Не забывайте. Скелет там написано, дядь. Скелет. Вообще не заходишь. И вот здесь все расписано. У команды сынтов, напоминаю, пик должен состоять из каких-то героев. Каких? Смотрите. Бтр, трал, антимаг, блатсикер, тролль, варлорд, свен, люкан и скелет. Из этих восьми героев сынты должны выбрать лучших персонажей, распределить свои роли и показать хорошую игру. Команда с коржей должна взять кого-то из Чен, Некр, Террор Блейд, Войт, Вайпер, Найкс Брюмастер и Легион. Что придумают здесь команда сынтов и команда с коржей пока непонятно. Самый интересный прикол, который здесь у нас сегодня будет, это то, что после игры, после игры обеих сторон, игроки меняются героями и играют, как говорится, в другой шкуре. Понимаете, да? То есть, что сейчас пикнут сынты, на Next игре будут играть с коржей. И в этом-то и прикол. Это называется Мирор Матч. Я не стал именно прописывать Мирор Матч, чтобы пацаны именно забалансились с героями, потому что там герои поменяются просто, ну вот так вот, именно рандомом. А тут будет возможность что-то выбрать, что-то путнее и, конечно же, не будет никакого вот такого вот разброса. Будут определенные герои у команды сынтов и определенные герои у команды с коржей. Поэтому, я надеюсь, должно получиться интересно и балансно. Поэтому, ребятки, давайте. Ух! Сейчас почуть. Ребята, я думаю, уже соберутся и начнут пропикивать персонажей. Поэтому, поэтому ждем. Ждем, ребятки. Готовы, ребята, подпикивать уже. Смотрим по пикам и думаем, что у нас будет здесь лучше. Ну, Чен и БТР стопроцентно нужно забирать. Так, ребята из команды сынтов взяли сразу Тралла. Взяли сразу БТР, как я и сказал. Берется у нас Свен у команды сынтов. У команды с коржей появляется Лайфстиллер. Также у нас Чен и Легион. И остается по два пика у команды сынтов. А с коржей здесь берется Некролайт. У команды с коржей и у команды сынтов добирается Бладсикер. Давайте вот так сделаем. Приветствую. И остается по одному герою. Остается по одному герою. В принципе, смотрите. Если корректно распределить. Тут можно вертеть как хочешь. Легу можно поставить в центральный коридор. Легу можно поставить в лес. Чена можно пустить на саппортинг. На лютый саппортинг. При том, что он может раскачивать единицу. Единицу. И очень жестко помогать. Здесь у нас есть Некролайт. Который может также быть в роли лютого кора. Вот. И прям игра может пойти хорошо. У команды сынтов же немножечко поприкольнее, я считаю. У команды сынтов есть стопроцентный, качественный, хороший саппорт. Это Трал. Есть очень сильная тройка. Это Батрайдер. Есть хороший кор. Это Свен. Свен, который сможет на ранней стадии хорошо, быстренько выформить и потянуть свою команду вперед. Бладсикер же позволит выиграть, ну, если не начало, то середину игры тоже, накидывав Раптуру на Найкса, тем самым не давая ему передвигаться. Ну и, конечно же, Раптура может тут очень сильно комбиниться с Глимпсом Трала и плюс Лассо Батрайдера. Поэтому будет интересно. Спасибо огромное за гайды. Не за что. Виртуальный мир, отлично. Как одолел экран? В лаунчере, брат. Людей по кайфу, да, компания по кайфу, музычка хорошая. Почему именно такие герои? Такие герои, потому что человек, который заказал всю вот эту суету, можно так выразиться грубо, он попросил проверить, какие могут быть, да, вот, типа, разногласия между этими героями, да, и какие герои будут немножко получше смотреться, и какая команда одержит победу. И самый главный вопрос, который здесь у нас ставится, все же, что решает рука, две руки или герои? Поэтому сегодня посмотрим, как будет все происходить. Сегодня 14 часов в дня без стрима. Я не играю без стрима, чувак. Что ты взял, что я там играл где-то? Ух, надеюсь, ребятки, мне сегодня хватит сил для вас отстримить в полной мере вот эту зарубу. Жизнь хорошо. Стрим снайпить челы не будут. В теории могут, но стоит задержка на стриме. Не стоит забывать, что тот, кто стрим снайпер, тот какашка. Поэтому good game. Итак, ребята, пауза у нас снята. Остается. Лерик добирается к команде сынтов. К команде сынтов. И добирается у нас для команды с коржей вайпер. В принципе, составы довольно-таки неплохие обеих команд. А составы персонажей, конечно же, мне кажется, блин, в принципе, равно пикнули, да? Равно пикнули. Вайпер идет в центр. Ставится пауза. Не могу пока откомментить. Куда кто пойдет? Ку, лучше карту с ботами скачать. Не знаю, брат. Какая крайняя есть, только такую можно. У скоржей за жадный пик. Ну, не сказать. Почему жадный? Леги немного надо, чтобы овнить. Ранний армалет даггер поехал. Вайперу немного надо, чтобы овнить. Восьмой левел. Мека, условно. Поехали. Здесь какой-нибудь даггерочек, глиммер. Найкс тоже армалет соберет. Чен, смотря через что будет качаться. Либо через замедло и тройку. Либо через единицу-двойку, как какой-то гангер. Так тут. У скоржей зацеп есть. Раз зацепер. Два зацепер. Ну, с ультой зацеп. Ну, за медлом зацеп. Окей. Тут зацеп есть. Тут зацеп есть. Тут лучший зацеп. Тут стан. Тут все герои могут зацепить. И игра, по идее, должна быть очень крутая. Рилим. Камбэк всегда имеется. У скоржей? Ну, не знаю. Мне сынтов больше пик нравится. А там посмотрим на их реализацию. У них очень много стана. Если это правильно контролить, то будет очень красиво. Будет очень. Он, Иван, уже психанул. Дядь, не читают. Не читают. Мирор матч типа того, да. И что слоток нет, заказа нет. Ребята, не вообще. Не вдупляет, не выкупают. Так, ну, центы более грамотнее. Более, мне кажется, как-то сдержание. Плей, да. Они сразу вышли на руну. Ну, сразу ждут. Уже готовые что-то делать. Скоржи немножко повтухали у Тавара. И выходят. Вайпер все-таки идет в центральный коридор. Найк, скорее всего, пойдет на низ. Чен тоже на низ. Тут вопрос. Куда этот парнишка пойдет? Лего на топе. Чилит. БС у нас будет. Сальварню, скорее всего, против Легиона. Внизу, ребята, команда Сантов сразу занимает позицию для того, чтобы забирать руну. Ну, СВН в четверке, думаешь, будет. Ну, сапог есть, да. СВН в четыре, кстати, тоже неплохо. Лерик будет фулл фри. СВН четыре. Стралом гангать. Два стана есть. Зацеп есть. Есть какой-то возврат, да, условный. Батруха пойдет на мид. Но Батруха вряд ли потянет Вайпера. А что тут может потянуть Вайпера? Вайпера, в принципе, тут ничего особо не должно. Открытая карта, да, брат? Открытая, потому что это турнирный вариант, выразимся так. Так, Чен у нас идет лесочек. А получается у нас по расстановке. Два, один, один. У команды Скоржей. У команды Сантов. Один, один, три. Трипла у команды Сантов. Так, начинается тут у нас небольшой размен. Закидывается в стан Некролайт. Некролайт, скорее всего, будет умирать. У Некролайта сразу тут оприходовали. Забирается у нас ФБшка для команды Сантов. Найкс у нас тут немножечко сразу испугался, убегает. Потому что нет смысла тут что-либо делать. Но вот у команды именно вот с Сантов, у них вот я и говорю, что если правильно будут таймить, мне кажется, под станами есть очень большая вероятность на ранней стадии делать прям очень лютую грязь совместно. Стан, стан, до свидания. И все. И никаких, как говорится, проблем не будет. На миду у нас 10 стиков у вайпера сразу имеется. Курауни Куплау! Если чен получится, я пожертвую много. Если чен получится, я пожертвую много. Нет, дядь, не надо. Отдыхай, брат. Спасибо большое. Спасибо, дорогой. Хорошего вечера. Надеюсь, катки получатся интересные. Дядь, он не сделал ФБ. Но если есть желание ворваться в спонсорку, то welcome. Спасибо большое, дорогой. Так, ну что ж, по разменам. По крипе. БС стоит 4 крипа. Лего 9.1. Более уверенно стоит Легион. У нас тут имеется 6-5 у скелета. Скелет подфармивает. В принципе, БТР стоит нормально против вайпера пока что. Вайпер тут промахивается. К сожалению, имеется такая возможность промахнуться. У меня он составляет этот шанс 100%. Найкс уходит в лес. Опа, с сатиром выходит. Забирает ДДшку. Начинает напрягать Свена. Свен не знает, что делать. Ноги в руки и бегом. Так. Пропалили эту контору. Что Чен обходит. И Чен, кстати, будет играть через двойку. Вот это весьма странно. Видимо, ведь он должен был, мне кажется, качать за медло. Но посмотрим. Посмотрим. Чен у нас перебазировался фармить вражеский лес. Сейчас, походу, с Тралом будут... Приветствую. С Тралом будут нагнетать, убивать этого Чена. Но пока что ничего не происходит. Видят всю эту контору. Так. У нас Трал тут немножко принимает на себя одну кнопочку. Стоит. Тут два варда. Стоит варды из Сентоп и Скоржей. Эту тему, конечно же, никто пока не просек. Найкс фармит. Леорика, конечно, немного получше фарм будет. Да? Я так думаю. Леорика будет получше. Походу, сейчас Свен заберет. А, подойдешь, сейчас Сатира заберет. Нет? Не забирает. Идет на руну и, походу, Трал заберет. Трал забирает Сатира. И это плюс Испа, плюс золото. Просто кормушечка. Кормушечка. Мне кажется, что этот немножечко Чен тут ошибся с прокачкой двойки. А, так у них получается два лесника и пустой лайн. Тут как-то немножко странновато выглядит. Трал у нас разменивает хитпойнты с Некром. Немножечко, так сказать, погонял. Пилочек и Чен возвращается в лесочек дальше. Посмотрим, как это будут Сенты реализовывать. Потому что с коржи сейчас, на самом деле, в тотальном непонимании, что нужно делать. Они вдвоем стоят в лесу. Лайны, вайпер может. Лайн хорошо стоять. Боясь тоже может, но БС очень тяжело. Это видно. Немножко непонятно пока, как будут Сенты в Некстовой игре. Отыгрывать это, конечно же, блин. На самом деле, прикольно будет наблюдать. Сейчас посмотрим, как, ребятки, у нас тут будут действовать. Так. Немножко запушенный лайн. Для Сентов это не на руку, потому что у нас подходит тут Свенус. На стаке пытается у нас Батруха. Батруха размаксил единицу. Пока что идет все спокойно. Решаются напасть такие команды Сентов. Нападают на вайпера. Пять зарядов здесь у нас стиков на палм имеется. И тут вайпер просто лопнет. Не помогут ему стики. Одна тычка от БТР и отлетает у нас вайпер. Сенты делают очередной фраг. 4-0. Внизу, тем временем, идет тоже какой-то размен. Пытается у нас Некролайт как-то что-то противиться. Какому-то прессингу. Опа, на топе дуэлька залетает у нас в Бладсикера. И Бладсикер под станом от Чена также от дуэльки умирает. И, к сожалению, это первая смерть для команды Сентов. И для Скоржей это первый фражочек. Возможно, это важный фражочек. По рукам, да, примерно одинаковые команды. Ребятам написал примерно... Примерно одинаковые команды. Здесь у нас, в принципе, все понятно. Не туда закинул. Бывает, брат. Бывает. Не туда закинул. Ой, я понял, дорогой. Все, все, хорошо. Бывает. Не туда закинул. К сожалению. Бывает, брат. Не туда, не туда нажал ссылку донейшн, да. Не на тот канал зашел, не туда закинул донат. Не туда циферки ввел, чтобы задонатить, брат. Правильно. Одобряю. Спасибо за поддержку. Спасибо. Так, начинается драка. Легиона пытается убивать прям под тавром. Легион дбф бафает себе Одессы. Просто убегает, как бешеный. Ведь он на коне. И как бы ему по кайфу. Иван, ты же знаешь, модерка 10к одним донатом, дядь. Выдам модерку за 10к, дядь. Ну, ты же знаешь. Так. 5-1. Центы пока что ведут. Немножечко мне непонятно, почему ребята здесь не занимаются отводами. Стаками. Стаками, отводами. Так. У нас здесь нападают ребята на Легиона. Кидается Раптура. Закидывается в стан. Свена пытается у нас тут пробивать Легион. Не успевает. Чен его оттпшить. И умирает у нас здесь Легион. Продолжают ребята идти. Юзается Глимс. Почти откатывается у нас кнопка под названием Штормболт. И скорее всего будет отлетать у нас тут также и Чен. Чен Мансет. Сикер А отходит в нижнюю сторону. Немножко Свен загулял, так сказать. Подлочит его крипами. Чен грамотно и уходит Чен как будто на скиле. Чен уходит как будто на скиле. Возвращает к себе крипев. Чувачок на Чене. Крипи на базе все хорошо. Так, что у Вайпера? У Вайпера просто сапог. У Вайпера просто сапог. Карасив размаксил. У нас здесь Вайпер. Вперед по Т-шечку. Жестко. В Леге Хелм появляется. Бладсикер выходит на фулл фри. 6-1 пока что играет. Внизу уже Леорик соло набивает. У нас тут фраги на Некролайте. И приходит у нас здесь Вайпер. Но Вайпер не знает, что сейчас хочет. Чего добиться. Потому что Леорик откидывает ста. Начинает убегать. У него нету маны нарез. И Вайпер. Сможет ли Вайпер его забрать? По идее нет. Не забирает его Вайпер. Но немножко нужно добавить синергии. Команды с коржей. Команде. Опять-таки у них жадноватый пик на самом деле. Вот я сейчас вижу, что тут как-то не со стыков. Получается. На Икс фармит. Там фармит. Вайпер у нас загуливает прям под тавр. И скорее всего будет убивать Леорика. Нет. Не убивает пока Леорика. Из Айс ТПСФ. Кидается туда Раптурка. И все. Вайпер у нас остается здесь. Кстати, здесь может отлететь. У нас сейчас скелет. Возможно отлетит. Сейчас нет. 17 хп. 7 хп. И чуть-чуть не хватает. Как вы думаете, кто будет в игре? Если найдешь рубль, ты выиграешь. Дядь, ну если честно, я вижу, что команда с сентов очень сильно доминирует. Очень сильно команда сентов доминирует. Очень сильно. И камбэкнут ли это с коржей, дядь? Я, если честно, тут болею за сентов. Я думаю, сенты тут должны выигрывать. Но посмотрим, как с этим же пиком сыграют с коржей. Что это за... Что это за торнадо? Буря просто какая-то непонятная началась. Жесть. Так, нападает у нас здесь Свен на Чена. Просто гоняет или хочет убить, пока непонятно. Но сенты себя увереннее чувствуют, ребят. Намного увереннее. Намного увереннее. Легиона. Почти есть армлет. Тут у нас Батруха занимается выжиганием леса. Как говорится, на дагерочек. Все способы актуальны. На топе. Нападение у нас на Легиона. На Легиона закинулась Раптура. Нажалась кнопочка. Статика. И, к сожалению, Легион отлетает. Это еще один фраг. Копилочка команды сентов. Но герои, конечно, у них покруче. Трал очень грязный персонаж, который может прям насуетить грязь. Так, забирается. Он собирается на топе, ребята. И, возможно, какая-то будет суета. Видит у нас здесь эту контору Свен. Закидывается стан у нас здесь Чена. Чен имеет лоу хп. Вайпера еще видят. Рипер юзается у нас в Трал. А Трал отлетает. Успел глимсануть Вайпера. Вайпер успел кинуть Вайпер Страйк. Но убегает Свен. Но, скорее всего, не убежит. Это будет два фражочка, походу. Походу, будет два фражочка. Бежит Свен, но, скорее всего, не уйдет. 100% умирает здесь. Батруха тем временем разминает двоих персонажей. У нас тут еще есть Найкс. Троих, значит, разминает. Вайпер решается напасть. Таки очень нагло сыграл. И забирает у нас здесь Некролайта. Некролайта отъехал. Просто троих сейчас нагнал. Батруха у нас. И 12-3. Команда сентов уверенно идет вверх. Вверх. И это круто. Молодцы, ребята. Вот так. Да ладно, я тебя услышал. Иван все обиделся, да? Вот даешь. Вот даешь. Так, нападение готовится. Глимс в двойку. Но не достанет. Трал. Лайфстилер появляется у нас тут с армлетом в лесочке, да? Бладсикер максит единицу. Тоже фармит БМ-ку. Так. Да, скоржи немножко путаются. У сынтов есть какая-то тактика. Они их придерживаются. Но посмотрим, посмотрим. У них герои тоже хорошие. Так. Вайпер у нас здесь, скорее всего, будет умирать от БТР. А БТР тут напал. Залетает еще Свен. У нас здесь закидывает стан. Сразу накидывается несколько кнопок для команды Скоржей. И, скорее всего, будут отлетать в таверну. И вот добивает у нас здесь Чена. Бегущий, как говорится. Бладсикер. ГГ. Ну, пока что 14-3. Сенты прям уверенно ведут. Раскроет ли себя как-то Легион в этой катке? Пока непонятно. В Батрухе появилась вот эта кнопка. Возможно, сейчас будет какой-то зацеп. Закидывается стан. Сразу закидывается кнопка от Батрухи. Пошел подхил от Никролайта. О, здесь у нас появился Армлет. Но Леорик тоже тут на стреме. Не сможет переармлеть. У нас Легион кидается Рипер фулового скелета. Драка какая-то максимально нелепая. Закидывается несколько станов в Кириешку. Кириешка отлетает. Также отлетает у нас еще и Никролайты. Просто все тут собрались уже на топе. Так, глимсует Вайпера. Вайпер будет ли как-то огрызаться? Не огрызается? Закидывается стан. От Свена закидывается стан от Леорика. Ну и все. В принципе, тут банальное решение. Решение проблемы с Вайпером. Вайпер просто отправляется на скамейку запасных. 18-3. У сентов, конечно, намного лучше получается по саппортингу. В целом по всей игре. Это очень заметно. Пока Бладсикер еще подфармливает. Сенты душат. Молодцы. Молодцы, ребята. Интересно. Как же Скоржи будут из этого выкручиваться? Как будем выкручиваться? Да, Раптура, Глимс работает. Так. Нападает Легион у нас здесь на Бладсикера. Бладсикер будет ли умирать? Не успевает забрать дуэльку Лего. И так же тут Тралл прилетает. Накидывается статика. Умирает у нас Легион. Просто жесть. Не переживает. Там полторы тысячи хп. А Сикер умер все равно от Деспульса. Найкс что-то соло пришел. Хочет бычиться. Хочет драться. Дерется с Траллом. И Тралл. Что-то у нас тут Мансит специально байтит. Не забирает у нас здесь Найкс никак. Тралла и будет так же фидить. Весьма странный мув сейчас был. Весьма странный мув был. Так. Чен собрал немного лесочком. Пытается толкнуть центральный коридор под Вайпером. Подхиливает Чен крипов. Не хочет сливать их. Лерик с Медасом. 2000 золотых на кармане. В принципе у команды с коржей все очень плохо пока что. Все очень плохо. Сенты уверенно вперед идут. Уверенно прям. Свен раскачал у нас варкрай. Чтобы давать армор. Чтобы никто не пробивал. Это очень будет сильно мешать команде с коржей в атаке. Эх, немножко не под контрю у нас здесь Чен. Но старается. Цвета команды тяжело распознать. А что? Голубой и розовый дядь. По-моему все простенько. Так. На топе нападение у нас на Легиона. Легион пытается как-то огрызаться. На ним висит еще Раптура дополнительно. Переармлетел. Успел. Эх. Зря мне кажется развернулся. Пытался что-то еще как-то задышить. Задышить. Но не удалось. Очень много соло. Соло фида у команды с коржей. Но там тоже такая привязка. Да. Плюс станы. Очень тяжеловато. Комбинить. Команда с коржей для того, чтобы выживать. Да. ПТР у нас тут скорее всего сейчас. Будет выфармливать какой-то форстап. И я думаю команда сын-то будет уже очень нагло играть. Либо буду ждать пока Лерик возьмет условно радиенс даггер и пойдет. Пойдет. Ребята напоминаю. Если кто-то смотрит шорт формат. Есть на стриме еще. Обычный формат. Большой. Широкоформатный. Переходите и смотрите. Не надо ныть на шорте, что что-то мне не видно. Читайте закрепы. Читайте название стримов. Ребята. Все расписано. Все написано. Шорт формат. Давно пора привыкнуть уже. Почти месяц уже так и делаем. Так. Нападение на Чена. Чена подтаскивает нас Батруха. Появляется форстап. Трал стоит на стриме. Возможно готовит что-то сделать. Не глимсует. Немножечко облажался. Год лайк у нас проливается от БТР. От БТР. И команда с КД решила выйти на нижний коридор. Что-то попытаться сделать. Пока Лерик на топе. Трал у нас заходит под Т-шку. И возможно сейчас Вайпер будет... Да. Заход. Пошел заход. Успеет ли нажать что-то? Трал. Да, Трал нажимает кнопку. Легион душит. Вайпер душит. Трал отлетает. Некролайта тут так же разменяли. Некролайта хиляется в БМ. Ничего не получилось. Кидается Раптура нас на Вайпера. Закидывается стан у нас в Легиона. Легион пытается убиваться. Убиваться, убегаться. Убегается Легион. И вот телепортирует его Чен. Телепортирует. И Лего улетает. Пытаются они дальше гнаться за Ченом. Чен будет умирать. Да, закидывает Штормболт. И добивает его Блодсикер. Делается триплкилл от команды Сентов. И пока что как-то все уныленько. Пока что как-то все уныленько. Уныленько. Мека появляется у нас у Свена. Свен фулл четыре. Посмотрим. Как Скоржи смогут отыграть. На героях Сентов. Пока что все. Для команды Скоржей печально. Не могут они как-то собраться вместе. Вот да. Там Лего. Возможно пойдет сейчас добивать какой-то дайгер. Не знаю. Найкс тоже пока без левела. Саккред появляется у Легорика. Легорик с ПТХ. Возможно будет какое-то нападение на низу. Но пока непонятно. На топе. Вытягивается у нас Батрухой. Найкс. Но немного загулял Батрайдер. Но Найкс успевает залезть. Но все равно сейчас сгорит. Очень вовремя подлетает статика. Найкс сгорает. Забирается Годлайк. Легионам. И это очень печально. Так. ТП. Зачем? Уйдешь же на ТП. Некому сбивать. И еще тут драка у нас в кустиках идет. Но пока что пытаются у нас догнать Трала. Чен против Трала. Оба на волках. И чей волк сильнее выясняли. Но не поняли. Разбежались короче. Так. Хорошо. Хорошо. 28 на 6. Команда Сентопа пока что лидирует. Дайте бан делшоту в чате пожалуйста. Бестолочи этой. Пожалуйста ребят. За оскорбление. Просто сижу комментирую. Играю. Да. Он сидит оскорбление пишет. Понял тебя. Коротко о том образовании чувачок. Ты только что был. Вот ты. Ты на Никролайте был. Я на Леорике. Тебя подрезали. Ща. И все. Критом. Найкс делает опасный телепорт. Будут ли за ним бежать ребята. Так. Он решает подраться. Вы просто посмотрите на характере. Найкс получает критом. Убегает. Испугался. Кидается Раптура у нас здесь на Легиона. Легион пытается убегать. Возвращает Трал Найкса. Найкс бегает лево-право. Будет фидить. Умирает Найкс. Лерик пожертвовал своей первой жизни для того, чтобы разменять вайпера. Вайпер у нас также умирает. Просто минус 3 пока что. Бегают лево-право. Пишется первый фастфиниш от команды с коржей. Но мне кажется тут лютый перевес. Сенты прям перебили. Прям перебили. Мапнижьяк. Привет. Салым родной как делишки. Привет. Пойдет. Пойдет делать. Почуете. Чилим. Отдыхаем. Живем. Играем. Чен без сапога. Не знаю. По кайфу ему. Нет. Он с Арканы делать. 32 на 6. Прям с МТ в доминации в лютой. Дагон берется на сикере. Это уже наверное рофла билды пойдут сейчас какие-то. У Леги появляется даггер. У Леги появляется даггер. Так. Начинается у нас здесь какой-то заход. Найк залазит в легиона. Возможно будет сейчас какой-то врыв. Юзается смока. Команда с МТ пока что ничего не подозревает. И будут ли... Но они скооперируют здесь. Стоят вместе. Под слипом ходят. Мне кажется нужно здесь торговать вайпером. Чтобы пропалиться как-то. Так. Батруху влетает у нас здесь. Найк сразу влезет. Юзается варкрай от Свена. И не могут пробить у нас здесь никак. Никак Батруху. Сразу же умирает здесь Некролайт. Умирает Батрайдер. Лего просто стоит на месте уже. Нет смысла что-то делать. Найк побегал по кругу тоже. Пописал какой-то ритуал и побежал на базу. Прибегает Леорик. Раскидывает стан. Вайпер отлетает в таверну. Влезается у нас тест-файт в Кириешку. Кириешка на базу. А Чен в таверну. Ну как-то такое на самом деле. Сенты овер. Овер доминирует в этой игре. Мне кажется тут уже и так все понятно. 21 минута. Команда сынтов очень жестко доминирует. Изначально Найксу надо было в триплу пойти с Ченом, Некром. Чену в 4, Некру в 5. Мне немножко непонятно почему Чен начал двойку там условно качать. Мне кажется за медло лучше бы зашло. Лучше бы зашло за медло. Тест-файт может он на раз взял, сейчас посмотрим. Нет, он тест-файт берет в тройку, видишь. Первый взял в единицу. То есть потенциально у ребят нету никакого особо такого замедла. Да, ну может там Найкс немножко подзамедлить. Но плюс это амплификация. Не стоит недооценивать этот спелл. Эта способность позволяет быстрее сливать врагов. Это круто. Шансы были, не знаю, Гринч. У Скоржей шансы есть. Но посмотрим свапнуться героями сейчас. Посмотрим, что у нас будет. Легион соло стоял. Легиона, видишь, толпой загасили просто и все. Прикольная тема, что Свен раскачался, замаксил Варкрай. И типа ребята из команды Скоржей никак не могут пробивать никого. Это очень сильно тоже решает. Тут, понимаете, еще у Сэнтов такая вот тема, да. Скоржам тяжело выбирать цель для нападения. Прыгните в Свена, накроет Трал. Прыгните в Трала, накроет Свен, бафнет армор. Прыгните в Батрайдера, засейвят вот эти два героя. То есть тут на самом деле непонятно, кого первым контролить. Так, Батрайдер спалил на всю контору. Тебя туда, дядь? Нет! Можно меня туда? Нет, дядь. Так, не закидывает у нас Свен. Сейчас, секунду, отвечу, дядь. От каменчиками этот вот моментик. Не закидывает у нас Стан Леварик, но скорее всего пойдут до победного. Здесь ставится у нас вардик. Этот вардик у нас видят. Ребята, залетает сразу Некролайт. Некролайт будет сейчас умирать. Залетает у нас Блодсикера. Сразу же Легион Некролайт пытается пробить. Блодсикера, Блодсикер выживает, отбегает. И Найкса также пытается забрать. Найкса у нас здесь просто уничтожили. Полетел молот на колодец. Сикер у нас также отъехал, чем у нас отъезжает. Просто Свен делает даблкил уже с руки, с ноги. Просто жестко. Нет, Найкс у нас все-таки... Куда Найкс делся? Он куда-то... А, он, по-моему, тестфайтен, да, вернул? Но не суть. Немного я не уследил, непонятно. Но с МТ в победе. Мап Межияк. Нет. Это обусловленные игры. К сожалению, сюда не попасть простым смертным. Спасибо за поддержку. Спасибо. Но с МТ, мне кажется, тут можно уже заходить в хайграунд. Начинать ломать. У Найкса немного мало артефактов получается на 24-ю минуту. Ставится вард. Свен подставил вард. Здесь у нас забирается тавер. Влетает БТР у нас в Найкса. Найкс сразу кидается в пресс-атак. Развеивание произошло. У нас здесь умирает у нас Никорлайт спокойно. Вгрызается у нас просто в тралла на кириешке. Парнишка залезает крипа, потому что не знает, что делать. Но это, по-моему, уже good game. Тут нет смысла что-то придумывать. Как-то двигаться. С МТ уверенно идут к своему, как говорится, к своему поражению. Коржи идут к поражению, а СМТ идут к победе. Да. Не такой исход, я думал. Будет. Но ломаться будет сейчас, скорее, вторая сторона. Так, Леон возвращает. Он отблинковывается сразу. Закидывается в стан, но отменяется. Разводится Найкс на рейдж. И дерутся, ребята, дерутся. Вайпер бьет Леорика. Леорик бьет кириешку. Кидается Раптура в Легиона. Закидывается туда догон. Немножко толкает его. Батруха этого Легиона, чтобы он не телепортнулся. Возвращается у нас здесь кириешка. Но не возвращается, так как нажимает рейдж. Умирает у нас здесь сразу же. Некролайз закидывается в стан Вайпера. Вайпер также у нас отъезжает. Леорик, возможно, еще не разменяет рез. Или разменяет. Разменял рез. И пишется... Вернее, байбайкается у нас Легион. Кириешка там побежала. Беготня за кириешкой. Тут у нас драка Легион против Леорика на речке. Пошла драка. Вмешивается у нас Батруха. Внизу тут толпой убивают эту кириешку. Просто сейчас, скорее всего, будут его рофлить. Отменяют тычки. Просто рофлят с этой кириешки. Типа не забирают его. Переармлечивает у нас здесь Снайкс. И забирает его. Трал этого кириешку. Вообще легкая катка, получается, для Санта. Готов. Вообще жесть. Да, под армором Свена даже Сапа не забирает. Но вот Свен в 4. Плюс, если Свен сейчас возьмет Аганим, да, условно. Для команды, чтобы была дамага. Это, прикиньте, есть армор, есть дамага. Катку можно заканчить. Берется у нас тут Кираса на Леорика. Ну, жестко. Жестко. Опа, с догонечка. Приходовал у нас здесь. Сикер Некролайта. Батрайдер, да, в хороших руках. Очень сильный герой. В Доту 2 нет, не играет. Ломается центральный коридор. Команда Скоржей немного паникла. Не знаю, что делать в этой ситуации. Ведь действительно контролить очень тяжело. Здесь герои довольно-таки жесткие у команды сынтов. Так, вгрызается у нас тут Леорик в Легу. Кидается туда Глимер. Закидывается у нас сразу же лассо Вайпера. Вайпер сразу откидывается. Так, вон ставится статика. Кириешка дерется. Но Кириешка не вывозит. Умирает у нас также Вайпер. Здесь и Кириешка. И это просто выход в центральный коридор. Фришный причем. И ломает бараки. Свапаемся сторонами и героями. Ребятам сразу пишу. Это гуд гейм. Команда сынтов легко загорает первую катку. Вообще. И сейчас посмотрим, как команда сынтов сыграет за героев команды Скоржей. Это будет полсвап. И, наверное, это будет интересно. Сейчас мы все это посмотрим. Падает у нас трон. Легион спрыгнул с коня. Пошел пить пиво. И команда сынтов с отрывом. С огромным отрывом. 49 на 8 побеждает. Вообще без каких-либо проблем. Ну что ж, это была первая катка Мирор Матча. И сейчас посмотрим на вторую катку. Надеюсь, вторая катка будет очень интересная. Давайте. Собирать лобби и погнали. Ребята, спасибо всем, кто поддерживает. Спасибо всем за подписки. За лайки от души. Спасибо всем, кто поддерживает. Центр стрики. Хорошо. Начинается у нас уже катка, ребятки. Готовимся. Ребята сейчас меняются. Меняются. Герои. Помните? Ок. Го. Все, ребята запомнили персонажей. И готовы брать. Брать героичка. Посмотрим. Как у нас здесь будет все. Это жестко, ребята. Это жестко. Так, берется у нас Некролайт. Берется у нас Ченчик. Команды с Коржей. Полностью противоположный сейчас должен быть пик. Берется на Екс. На Екс взялся Трал. Так, ранее катка. Зарубы. Приветствую. Хэфэ, дядь. Хэфэ. Хэфэ. Что-то, ребята там вообще не знаю. У них как будто какие-то траблы. Определимся. Определять, что есть, ребята. Свап можно? Свап? Ну, можно, дядь. Главное взять такие герои, которые были... Были у команды Сентов. Ну, допустим, с Коржам надо взять то, что брали с Коржи. С Сентам то, что брали с Сенты. То есть поменяться героями. Свап, понял? Произошел. Гоу. Киберспорт. Так, ну что? Ребятки. Лего Вайпер. Все. У нас здесь с пиком. Полностью противоположный пик. Команда с Коржей сейчас играет на героях, которыми играли. Команда с Коржей. Сенты берут вот таких вот персонажиков. И посмотрим, что же решает, ребятки, все-таки. Решает рука или персонаж. Но мне кажется, все-таки рука решает. Поэтому независимо от персонажей. Посмотрим по лайнингу, что, ребята, тут у нас... Куда будут расходиться. Как будут позиционироваться. Какие будут лайнинги. Свен фармит. Тут у нас получается фарм БС. Опа, минус мангусик. У Лерика. Бесплатные слоты на неделю. Дядь, конечно, на месяц бесплатные слоты. Ты что думал? Ты что думал, дядь? Шутка, что ли? Хорошо. Ребят, вообще... Так, с коржи уже готовы здесь нападение. Член у нас через что будет интересно. Как думаете, какая команда победит на этот раз? Все-таки, мне кажется, с коржей более уверенно себя будут чувствовать. С Вентом фармящий будет. ВС фармить. Лерик фармить. Баттер на мид пойдет. Так, ну что? Готовится на заруба. На нижней руне. Заруба на нижней руне. Немножечко начинает у нас Батруха поливать маслом. Закидывается в станции разникрылать. Никрылайт будет, скорее всего, умирать. Никрылайт отлетает. Делается Фирсблот. Команда Сентов отлетает. Насли Орик закидывает. Даже Батруха масло. Но, ребята, с командой с коржей прогоняют. Просто 4 левела уже стики Напалмов накинута на Легиона. 4 левела также накинута на Вайпера. Вайпер у нас отлетает. Отлетает Музлотсикер. Ой-ой-ой-ой. Размены 2 в 2. Хочется, дядь. Когда хочется, надо делать, брат. Спасибо. Ну, 2-2 в размены на руне. Ну, такие. Такие пострадали ребята немножко. Немножко пофармили. Немножко пострадали. Здесь у нас пошел Легион на центральный коридор против Батрайдера. Интересно будет. Ну, вот тут я уже что-то понимаю, да. Вот Лего пошел на центральный. Стандарт. Стандарт. Вайпер пошел на боковой лайн. И сейчас команда с коржей покажет, как нужно было играть в команде сентов, я так думаю. Я так думаю. Ну, посмотрим. Чен у нас будет ковырять лесочек. Батрайдер отпивается. Немножечко веселее, да, начало уже? Немножечко веселее начало, нежели чем в прошлой катке в одну калитку, можно так сказать. Бладсикер у нас с топориком через двойку. Весьма странно выглядит. Найк стоит у нас против... Против Свена. Посмотрим, кто у нас здесь будет в лайнинге сильнее. И... Ну, интересно на самом деле. Интересно. Чен у нас здесь кастует. Кастует, забирает. И добивает у нас Сатира, получает море экспириенса. И удовольный, довольный бежит. Так, здесь у нас Найкс начинает немножко наглеть. Душить Свена. Ну, Свену тяжелее будет против Найкс стоять, я думаю. Ну, посмотрим. Батрайдер тут у нас страдает от Легиона. Казалось бы, да? Но... Так бывает. Так бывает. Первого левела у нас тут Леорик. Немножко подстакал себе Блассикер. Лесочек и фармит. Фармит немножечко. На топе у нас тоже все стабильно. Откидывается стан. Немножко пытается у нас тут... Свен погоняет Лавсиллер. Лавсиллер неплохо хапанул. Батрайдер у нас пытается драться с Легионом. Легион у нас взял Хасту. И... Четыре стики Напалма у нас там имеются. Но он на Хасте. Никак его не забрать, никак не убежать. Внизу небольшие идут размены на хитпойнты. Легион бегает у нас здесь. И почти, почти его убивает. Почти его убивает Батрайдер. И закидывается. Еще надо стики накидать, чтобы... Не было ХП. Девять стаков. И это одна тычка и Адесс. Ой, как же он его переиграл, Батрайдер. Батрайдер переиграл его. И молодец. Три-два. Три-два. Тут у нас также Найкс немножко хапает. Внизу начинается какая-то драка. Закидывается Стан у нас по голове Бладсикеру. Закидывается у нас немного Вайпера тысячечки. Полетел Деспульс от Некра. Некр бычет. Закидывается поле. Никарлайт у нас в невыгодной позиции. Залетает ему Стан. Никарлайт, скорее всего, будет сейчас Фиддит. Фиддит Никарлайт. Вот. Немножечко оттрала. И Бладсикер также, скорее всего, будет умирать. Нет, не умирает Бладсикер. У нас тут немножко решает еще побычиться. Немножко Вайпер. Но не успевает. Станы не раскидал. У нас тут немножечко Ченчик. И 5-2. Команда Сентов сейчас немножечко набирает обороты. Показывает, что все-таки, возможно, герои. Возможно, герои решают, ребята. Возможно. Видите, уже намного лучше. Поменялись героями. И уже игра немножечко полегче идет у команды Сентов. Но посмотрим. Лерико, конечно, фармить против Вайпера намного тяжелее. Ставится тут у нас вард. Чтоб можно было заигнорить отводы. Легион. Тем временем. Стоит на центральном коридоре против Батрайдера. И немножко страдает. Или пока непонятно. Или Батрайдер страдает. Но по левелу Батрайдер, в принципе, выбивается. Так как тут у нас все пачки крипов зафармлены. А для БТРа еще очень много взгрева. Выразимся так. Выразимся так. Так. Нападение на Никролайда. Никролайд, скорее всего, будет отъезжать. Никролайд отъезжает от Бладрайда. И тут у нас Свен гоняет лайфстилера. Лайфстилер на лоу хп убегает. Киреешкины ножки убегают. И тиби-тиби-тиби-тиби-тиби-тиби-тиби. Аккуратненько бежит. И сплэшем попытается спорвить. Но не достает. Не достает. Не достает. Вайпер пытается у нас убивать здесь Леорика. Леорик убегает. Подблочил грамотно у нас Бладсикер здесь Вайпера. И такая тема, что... Команда Сентов пока что лидирует. Как поживаю. Отлично. Один заказик есть, да. На Next. Батрайдер наглеет максимально здесь. И юзается. Опа! Шестой левел апнул. Сейчас я левел апнул. Мог немножко подловить. Приветствую. Приветствую. Так. Пока что такая, знаете... Ну, мне кажется, Scarlet Comeback. 16 стиков у нас тут имеется. Батрайдер забирает Баратрума. Фразы легендарные. Стики по КД накидывает. Но мне кажется, уже нужно заюзать. Пусть новый накидывает. Не знаю. Так, обходят у нас здесь. С венчика. Стан не закидывается на Свене. Но не будет маны, дядь. Не будет маны, чтобы задушить. Немножко манго. Как же не хватает, да, Свен? Вообще жесть. Манго не хватает. Прям жесть. Тут у нас решают поблощить немного крипчиков. Очень мудрая стратегия. Но Свен уверенно стоит, конечно. Максимально. Максимально, конечно. Так, заходят под тавер. У нас здесь ребята накинут армор на вайпера. И вайпер сейчас будет очень люто агрессировать. Трал что-то решил пойти в наглую пофидить. И у него это прекрасно получается. Надо было здесь кушать. И тест файтом забирает его. Спокойненько. Ченчик. Влетает у нас здесь дуэлька. И Леорика. Соло нагибают. Вообще без каких-либо проблем. Шесть-четыре. Два фрага отыграли. Два фрага отыграли. Жестко, конечно. Пока что жестко. Непонятно. Свен фармит. Ребята фармят. Низу, конечно, гг. Чен очень грамотно тут используется. Как видите, руки решают. И низ тавер будет сейчас падать. Низ тавер падает. Это плохо. Для команды Сентов. Возвращает у нас Трал здесь Некролайта. Некролайта, возможно, будет умирать. Что-то Свен там затупил. Я затупил Иксор. И тысячка наносится от Трала. Трал забирает у нас здесь Некролайта. Притпшился у нас здесь. Ты неужели не видит на Свене парнишки? Это Фридуэль. Это сейчас может стоить огромных количеств ресурсов. Жесть. Как так можно? Сори, я затупилик. Написал у нас здесь Свен. Сору затупилик. Так. Ну и здесь готовится какое-то нападение. Бладсикер выбегает. Видит всю контору. Внизу тем временем у нас где-то Киллинг Спри на Лерике. Найкс у нас решается просто подраться против этого Трала. Увязывается АДС и побежал Легион. Побежал Найкс Кириешкович. Кириешко подожглась. Кириешко будет отлетать. Киллинг Спри от Батрайдера. И это 8-7. Команда с коржей. По чуть-чуть отбивает фражочки. По чуть-чуть. Не торопятся. Я затупилик. Сору. Перестал ходить или стал мало кушать. Мало кушаю, дядь. Мало кушаю. Мало кушаю. Так, ну и что? Заход у нас тут опять гоняет Леорика. Но нету помощи. Почему нету помощи? Тралл прилетает. Глимс. Хорошо. Зажим яйцами. Под тавером закидывается Hellfire Blast. И умирает у нас здесь Вайпер. Потому что занаглел. Занаглел. 9-7. 9-7. Пока что все ровно. Убегает у нас здесь Свенчик. От Кириешки. Развернулся зачем-то. Хилится. Хилится. Blastikera гоняет у нас здесь Некролайт в четверке. Мид у нас падает с помощью Чена. Чен работает. Чен могет. Грамотная реализация Чена, да, здесь. Но он не качает двойку. Просто пушит эсфайт на урон. За медло никто не берет. Но чистый дэмэдж тоже круто. Почему нет? Кинулась у нас кнопка. Так, закидывается у нас еще одна кнопка в саппорта Некролайт. И сразу идет диспел. Но Некролайт у нас все равно умирает. Не успевает его ЗТП Шичен. И просто фри фражочек для команды сынтов. Но есть огромный минус. Это минус две кнопки в саппорта. Минус две кнопки в саппорта. Тем временем внизу Вайпер против Леорика. Какая-то лютая беготня. И Леорик пытается жить. Очень хочется жить. Несмотря на то, что он скелетик. И пытается куда-то запрятаться. Но тут Вайпер сейчас найдет его. Не знаю. Вот тут просто срубить можно было. Срубить можно было. Неужели никто не поможет Леорику? Первый рез пошел. Будет Вайпер оставаться. Закидывается Вайпер Страйк. И будет пытаться убивать дальше этого Леорика. Уже идет подмога. Все, вертолет вылетел. Кидается Блодрайт. Кидается Хиллфайбласт. И скорее всего будет у нас умирать. Здесь Вайпер. Вайпер умирает у нас от Батрайдера. И произошло. Произошло. Вертолет вылетел вовремя. Помощь подоспела. И у нас Леорик выжил. Это хорошо. Это хорошо, ребятки. Ну что ж. 11.8. Как видите. Начало. Зависит от рук. Все-таки руки что-то дорешают. Да? Что-то дорешают. Хотя нет, подождите. Если они камбэчат, то значит не руки решают, а пик героев. Ну-ка в чате подскажите. Я затупилик. Ну-ка в чате подскажите. Ну-ка, ну-ка, ребята. Кто у нас умненький в чате есть? Напишите. Почему сейчас команда Сэнтов не проигрывает Лайны? Ну как, проигрывает? Да, от Чена подпушили Ставра. Но тем не менее дают какой-то отпор. Неужели это говорит о героях? Все-таки в прошлой катке вообще ничего команда Сэнтов не сделала с противоположными персонажами. Так, Вайпер, скорее всего, будет тут умирать. Закидывается на статика. Сразу же закидывается еще стана Свена. Свен забирает у нас тут Вайпера. Вернее, не Свен забирает. Забирает у нас Трал. И продолжается драка. Батрайдер издать телепорт. Передумал нападать. Передумал. Все вот это дело. Нафиг ему это надо. И Свен бежит. Будет ли что-то тут происходить сейчас более глобально? Пока непонятно. И Свен добивает тычечкой. Легион дает дуэль Свена. Идет под хил от Некролайта. И остается лоу хп еще у нас у Некра. И 4 стиков напалма имеется. На развороте батруха работает. Бегут они здесь за Легой. На Легу кидается Раптура. И будут, скорее всего, тут сейчас как-то пытаться думать, что делать с этим мужчиной на коне. Пока непонятно. И это уже огромное количество времени на то, чтобы принять какое-то грамотное решение. И умирает у нас здесь Легион. Просто задушил его Батрайдер. И Бладсикер также убежал. Очень круто, да? Сейчас это выглядело. Весьма интересные вот эти мувы тут. Как там Лего ошибся. Чего он погиб. На самом деле это остается загадкой, да? Но пока что 15-10. Первый Лего юзлесс был в этой аппайт дуэльке. Да, потому что он был через центральный коридор. Также здесь у нас более грамотный геймплей от Чена идет. Что Чен сломал 2 тавра. Тем самым дал где-то примерно, если там по 200 золота, да? Начало. 2000-2000 золота дал Чен на команду. И это уже хорошо. Это уже хорошо. Так, Бладсикер фармюет. Фармюет. Так, видят тут эту контору. МХ, третий глаз у ЗКЦ Паузи, да? Открылся третий глаз. Кидается Вайперстрайк, закидывается Раптура. Все кнопки положил он здесь Бладсикер. И легко его забирает. Тут вот эта партия чувачков. Свен ковыряет леса. Есть у него Мамезия. Чтобы быстрее фармить. У Легиона появляется Даггер сейчас. Буквально с пары Крипчиков. И это очень хорошо для Скоржей. Все-таки Скоржи здесь камбэкнут, мне кажется. И это будет говорить о том, что решают руки. Начало с минимальными ошибками, да? Для команды Сэмтов. Все-таки, возможно, не дадут победу. Не дадут. Но будем смотреть. Будем ждать. Будем ждать какой-то понятной, либо непонятной развязки. Но будем разбираться уже немножечко позже. Поэтому ожидаем. На топе. Суета. Третий тавр падает. Юзается статика в Найкса. Но Найкс, скорее всего, переживет здесь. Выталкивает с поля. Ииии! Побежал Найкс на Армлетах. Армлетов-то нету. Нету. И продолжают гнаться у нас здесь. Ой, Раптура плюс комбинации с Глимсом. И тут пошел минус дэмэдж. Вайпера также сбривают. Просто на изи. 17-12. Команда Сынтов имеет очень жесткого, жирного мидера на Батрайдере. У которого сейчас очень большое количество фрагов. 6 на 0 у него. И он ведет свою команду к победе. Будет стараться, скорее всего, до Талова. Нужно только подкрепление Свена. Т2 тут, кстати, тоже нету. У команды Сынтов, когда они его потеряли, я прогулял. Если честно, непонятно. Но Легион очень плотный. Батрайдер. Видит эту контору. Возможно, будет нападение. Мне кажется, тут в тупую дать дуэльку. Загидывается стан. Отличный стан. Рипер фулл хапова. Батрайдеры. Умирает здесь у нас легко. Некролайт. Лего успевает отблинковаться. Но Батрайдер не отпускает Найкс на подходе. Не успел увидеть это. Скорее всего, будет минус стрик. Просто юзается туда дуэлька. Свен идет. Маны нету. Мог нажать стики. Мог нажать ПТшку. Но просто дерется в тупую. Не понимает, что нужно делать в этой ситуации. И, скорее всего, заберет Найкса. Найкс умирает. Хорошо. Глимсом юзается у нас тут здесь. Под Легиона. Легион дает тысячечку этому Свену. И Свен отлетает. Успеет ли тпкнуться Трал. Трал успевает тпкнуться на базу. И это, как бы, ну, хорошо. Хотя бы кого-то засейвили. Хотя бы кого-то засейвили. У Лерика здесь могут быть большие проблемы. Потому что он стоит один. Понимает, возможно, что стоять очень опасно здесь. Тем временем у нас здесь Бладсикер подрабатывает в виде сплитпушера. В виде сплитпушера. Ну, с коржи юзают волшебные кнопки. Волшебные кнопки позволяют передвигаться под вражеским виженом. И не быть замеченным. Некар тут свидел. Скорее всего, Легион сейчас заберет еще дуэльку. Надо уходить. Фраг сделал. Уйди, брат. Пожалуйста. И Легион апает еще одну дуэльку. Доминейтинг. 20-15. Разрыв максимально небольшой. У команды с коржей сейчас имеется хорошее преимущество. То, что Легион все-таки 2 800. 3000 золота у Легиона. Возможно, сейчас будет какой-то дезолятор. Так, услышал я. Батруха ворвался в Чена. Чена пытается убивать у нас Батрайдер. Но не хватает. Дэмэджа видят у нас здесь вот этого Легиона. Будут бояться, что там есть еще какая-то дуэлька. Но дуэльки, к сожалению, нет. Езайд сразу Мека. И прыгает Батрайдер. Глимсует. И какая-то непонятная рассинхроночка пошла. Ребята потерялись. Ребята потерялись. Ребята потерялись. Но пока надо пофармить. Надо поднять Леорика с колен. Взять ему хотя бы второй левел ультимейта. И пытаться как-то разменивать от Реса. Тогда, я думаю, будет более грамотно. Будет, думаю, более правильно. Так, Армлет появляется у Леорика. И это хорошо. Ребят, не забывайте поддержать подпиской. Поставить лайк. Спасибо всем большое. Не забывайте также залетать на канал. Смотреть другие видосы. Другие видосы. На канале, которые выходят. И было бы очень хорошо, чтобы вы их лайкали. Потому что это продвижение канала. Так, ну и что ж. Пошла у нас прессинговка от Чена. На потопу. Возможно, это будет лес. Лес, которым управляют. Так, ну и что. Команда Сентов. Выходит в какой-то, возможно, ганг. Леорика здесь разочек лопнули. Дуэлька была заюзана. Кидается Рипер. Фулл ХП. Батрайдер уже вылетает. Юзается Хеллфайр. Сразу же Некролайт. А Некролайт будет, скорее всего, умирать. Успевается. Оттпшится. Ой-ой-ой-ой-ой. Взяли у нас тут. Накидали Раптур на Легион. Легион Лоу ХПовый. Переармлетить не получится. Леорик дерется. Вайпер отлетает. Также Свен подходит. У нас здесь Лоу ХПовый. Блодсикер уходит. Юзается Глимс. Хороший. Но здесь у нас Найкс под ногами. Кидается молоток от Трала. Но это молоток не Штормболтовый. Батруха видит и палит всю эту контору. Возможно, также будет умирать Найкс. Найкс залетает у нас. Штормболт. И Найкс умирает. Леорика просто засуицидили. Форстафом. Закинули его туда без реза. И просто он умер. Это жесть. Это жестко. Свен улетает. Хорошо. 23 на 16. Очень крутая драка от команды Сэмтов. Молодцы. Грамотно разменяли Леорика. Особенно вот здесь под Форстафом. Ой-ой-ой. Так, здесь Свен рискует. Но кормушка. Кормушка Чена работает. Как говорится, как договаривались. Просто Чену немножко заплатил денег вот этот персонаж. И, конечно же, он говорит, ну там лесом мне иногда подфитшивай. Все будет хорошо. Вот. И все. И пошел Свен фармить. Все-таки, ребятки, с коржам тяжело. Это чувствуется. Что уже нету. Что уже, как говорится, нету. Я забыл чего. Бывает. Нету той уверенности, которая была в прошлой катке. В ноль. В салат вообще, да? Противостояние такое сильное. Сентам тяжело. Видно, да? Вот так вот. Мидасики. Армалеты. Мне кажется, тут надо в наглую газануть. Эх, Клэп не успел дать. Кнопка. Батруха юзает. Да что ж вы все в этого саппорта. Юзается сразу пресс-атак. Дуэлька, возможно, будет кидаться сейчас от Легиона. Не успевает. Не успевает кинуть дуэльку. Реса нету. Они не знают, что нету Реса. Лего под армлетом. Под БМкой. Не выживает. Возможно, умрет Леорик сейчас. Леорик умирает. И это очень плохо для команды сентов. Леорик умирает. Некому дамажить. Кириешка лопнул крипа. Залетает стан от Свена. Свен дерется. Армлет не включает. Подрубает армлет. Чуть не умирает Вайпер со сплэша. Лохоповый. Свен остается, но дерется на мужика. Дерется на мужика. Лохоп остается у него. Вайпер стоит. Страдает. Также у нас тут нереальные размены. Забирается у нас Ченом. Батрайдер и... Также фидит у нас здесь Некролайт. Очень-очень хорошо. Типа размены, блин, такие. Три в два. Ну, на самом деле, непонятно вообще. Леорика разменяли на три героя. Плюс еще разменяли у нас Батрайдера. Очень крутая драка. Очень крутая. И с коржом действительно сейчас немного проблематично. Немножечко. Совсем чуть-чуть. Но я думаю все получится. Думаю все получится. Так, ну что, у нас тут крысиное нападение. У Леорика есть рез уже. 1300 золотых. Вот это сейчас очень хороший буст даст команды с коржей. У них будет дополнительный рез. 26-19. 26-19, ребята, играют. 26-19. Забирается рошан от команды с коржей. Все подходит полутать немножечко экспы. И 21-ая минута забирается рошан. Это очень хороший буст для с коржей. За честную битву, как говорится. И посмотрим, во что это выйдет. Ребята, возможно, с командой с коржей сейчас будут идти на пролом. Что делать команде с коржей пока непонятно. Стоит у нас тут Сентрик. Вдруг Батрайдер нападет. Его будет видно. Поэтому это делать опасно. Мне кажется, команде с коржей сейчас просто нужно грамотно и аккуратно под вардами фармить. Здесь у нас есть МХ. Здесь у нас тоже есть МХ, но вражеская. Опа, опасно. Опасный момент. Команда с коржей заходит в смоках. И, возможно, это будет сейчас какая-то нереальная драка. И тут очень выгодная позиционка для Сентов. Видят Вайпера. Видят Вайпера. Ребята, захидывая сразу Хеллфайя. Пошла драка. У нас сразу идет. У нас пресс-атак. Откидывается здесь. У нас сразу ошибка от Тралла Тралла. Не зажимает Сентрик. Влетает троих под сплэшем. Убивает просто двух персонажей. Одного забирает второго. Рош. Свен очень сильно сделал. Вайпера у нас тут также продержали в лассо. Делается трипл килл от Свена. Продолжается драка. Леорика прессингует. У нас здесь вот этот мужчина на коне. Найкс дерется. Также у нас здесь против Бладсикера. И Свен ультра килл делает. И, возможно, это будет Рэмпэйдж. Забирает у нас еще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы просто посмотрите. Лего сейчас будет с Ресом. В тайминг немножко не попадает Бладсикер. И пошло дело. Свен очень грамотно отрезает сразу путь. Лох-эповый Свен. Но успеет ли он тут пользоваться грамотно армалетом? Накидываются там кнопки. И сейчас, возможно, также у нас будет умирать еще и Легион. И Легион умирает. Это Рэмпэйдж. Это был Рэмпэйдж. Сто процентный от Свена. Как же они жестко разнесли команду Сэнтох с Коржей, с Аегисом. Но на Свене машина. На Свене машина, которая просто тушит. Ребята, это жесткий камбэк. Тридцать один-двадцать один. Десять фрагов разницы. И только что была драка против Аегисных с Коржей. Это было очень круто. Очень круто. Все-таки что же решит, ребята? Руки или пик? Уже будем досматривать до конца и будем иметь понимание. Это жесть. Свен молодец. Батрайдер тоже очень много грязи сделал. Но сейчас немножечко, ребята, проапались. Немножечко. Ух. Блин, это прям... Жестко. Каталь, с микро, норм игрокам, чат, есть ли инфа, вы тоже скажите, подключиться к конфе. Как подключиться? Где-то было, братан. Не могу сейчас сказать, где это было. Дискорд ПРО, Айкап Сервис. Айкап Сервис, Айкап Сервер. Сенты убивают, но не пушат. Сенты качают своих персонажей, как минимум, дядь. Рез откатывается, надо идти драться, как на Аегисе. Курауни Куплау, брат. Некор умел хорошо играть, эта команда победила. Если бы герой Некор умел хорошо играть, эта команда победила бы. Брат, Нецер, Саппорт. Нецер, это Саппорт, брат. Фидер, Саппорт. Главная его задача, это просто один разочек хильнуть, хотя бы кинуть Риппер. Ну что, будет ли какая-то суета? Команда Сент-О выезжает в центральный коридор. Тавр лоу хповый, по сути, и Леорик будет, скорее всего, динайдить. Тавр. Тавр лоу хп. Тавр падает. Покупается у нас, кстати, БМ у Леорика, чтобы впитывать урон. И это выход в центральный коридор от Сент-О, это какая-то контратака. Батрайдер вылетает, цепляет Чена. Чена сразу же пресс-атаком диспелят. И будет ли врываться? Тут у нас Леорик. Леорик врывается, накидается Глимер Сент-Орей. Никаких нету, вижу, никакого нету. И на Легу также у нас тут накидали кнопки. Блотсикер лоу хповый. Залетает стам туда сразу от Свена. Свен влетает. И тут у нас, кстати, появляется на Свене БКБшка. Прыгает Свен. Начинается драка, появляется БКБшка. Кинулся Вайпер Страйк у нас здесь в Трала. Трал у нас, скорее всего, живет. Начинается беготня за Вайпером. Вайпера залетает. Вайпер Страйк. И дерется, дерется у нас Свен против Найкса. Залетает у нас сразу же Рипер в этого Свена. Свен у нас отлетает. Отлетает у нас Некролайт. Просто Леорик загрызает. Это минус пять. Команда Сент-Оп заоунила с Коржей просто в размен одного персонажа. Этот персонаж был Свен. Вы просто вдумайтесь, как Сенты сейчас переворачивают. Как Сенты переворачивают. Неужели все-таки пик решает? Команды относительно равного скилла. И неужели пик все-таки решает? 36-22. Это очень жестко. Спасибо, ребята, за подписки. Уже 910 подписок от души. Больше поддержит команду соперников. Правильно. Вслуги 0-10. Он больше поддерживает команду соперников. 1-11, брат. Поддерживает команду соперника в, как говорится, постоянной подкормке. Вот что я тебе могу сказать. Хорошо. Ну что, что делать с Коржей пока что непонятно. Леорику нужно ждать рез в этой ситуации. И далее двигаться все вместе от команды Сент-Оп. С Коржей же что делать немножко непонятнее. Что им делать со Свеном? Да, есть дизарм на Найксе. Есть. Но поможет ли он? Потому что там 3 дамагера у Сент-Ов. Причем которые уже немножко опасны. Свен очень опасен. Леорик средней опасности. И Бладсикер на побегушках тоже имеет свою роль. Имеет свою роль. Не считая того, что также Батрайдер у нас уже имеет 3000 золотых. И возможно будет собирать что-то более глобальное. Так. Юзайца. Опасные кнопки. Вот здесь может спалиться команда С Коржей. И будет таппинг по карте. Да. Палится. Палится. Увидели. Увидели. Должен уже убегать. Глиммер. Но видит всю ситуацию. Решает откинуть статику сразу. И нужно убегать. Вайпер заходит на статику. Нажимается Блэйдмейл. Но не забирается. Также пошли немножко откидоны. И ничего, к сожалению, не произошло для команды С Коржей. Хорошего. Но и для Сент-Ов тоже минус кнопка. С Коржей решает отойти. Бросают Девардинг. И не стали Деварживать. И убегают. Потому что понимают, что команда Сент-Ов возможно сейчас будет пользоваться моментом. Сенты выходят в удобную позиционку. Некролайт втухает. Некролайт втухает. Видит это втухание. У нас здесь немножечко Леорик. Доджится Стан. Закидывается Сент-Ов. И пошло. Пошло дело. Некролайт ломает лицо. Батрайдера прыгают. Свен сразу же в БКБшке. Вырезается у нас Легион. И Легион сразу отлетает. Начинается какая-то нереальная драка. Бьет у нас тут волков этот Свен под БКБшкой. Не знаю зачем. Пытается улететь Чен. Залетает Штормалу. Сразу же туда Глимс. Просто минус 5 в одного персонажа. Скоржи нереально начинают сосировать. Это очень-очень плохо для них. Потому что чем дальше, тем будет сложнее. Потому что Леорик поднимается с колен. И становится настоящим Леориком-королем. И будет также двигать свою команду уже вперед. Независимо от того, будет Свен в драке или нет. Слушайте, все-таки походу пик решает. Потому что в прошлый раз команда Скоржей играла. На тех персонажах, которые сейчас у нас юзают команда Синтов. И они одержали победу просто в сухую. Ну а тут же у нас Синты показывают, что действительно на этих персонажах играть немножечко легче. И есть уже какой-то план. И они его соответственно придерживаются. Молодцы. Очень хороший камбэк. 29-ая минута. 41-23. Обдушка справляется хорошо со своей задачей. 1-12. Хороший фит. И... Смотрим дальше, что будет происходить. Фармят, ребята. Фармят. Ребята, кому нужна вот эта вот информация вся, останавливайте. Паузите и рассматривайте. 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 Так, ну что. Команда Скоржей, возможно, готовится снова к какой-то вылазке. Ставится варды на чек. Свен очень много, на самом деле, продвинул свою команду вперед. Очень сильно ультракилом. По сути, рампагой. Потому что там уже вышло время. Пока мансили они с этим... А легионом и... Жестко. Жесткая игра получается у нас. Кроме, да, поменялись. И уже немножко полегче. Видно уже какой-то результат. И... Будем смотреть дальше. Пошел у нас вардинг от команды Скоржей. Скорее всего, это будет вардинг на ДФ какой-то. И... Пока немножко непонятно по ситуации. Как-то дадут ли Скоржи отпор или нет? Как-то дадут они или нет? Очень выгодная позиционка для Скоржей сейчас. Они сидят в своем лесу. У них там подсвечивается все. Видеонаблюдение имеется. У команды Сентов же. Сейчас немножко ситуация похуже с Виженом. Но видят, что выходит Вайпер немножко подфармить. Сразу же у нас Батрайдер выходит в агрессию. Видит всю ситуацию. Сразу у нас цепляет вот этого Некролайта вонючего. Вонючий Некролайт будет отъезжать. Сразу ему Стормол в лицо. И бросает его. Просто бросает ребята. Леорик также продолжает у нас здесь цеплять. Цепляет Чена. Сразу же вгрызаются у нас тут Леорики и Вайперы в этого... В этого скелета. И Раптура висит на Найксе. Найкс будет уезжать. Найкс уехал в таверну. Сразу же Легион не знает, что делать. Команда Сентов прет просто как паровоз. Давит, давит их просто этих Скоржей. И... Свен опять трипл килл. Минус четыре. И это гудгейм. Легион просто ливает. Разбивается шмотки. Но... Все-таки ребята. Исходя из того, как сейчас у нас... Произошла вот эта концовочка. Я могу смело заявить. Все-таки персонажи и пик решает. Реально решает. Относительно одинаковые команды. Относительно одинаковые сильные руки. Но разные герои, да? Все-таки герои решают. Видите? Здесь у них более хорошо все так произошло. Ну, гудгейм. Гудгейм. Получается 1-1. Третью? Нет, дядь. Третью не играем. Почему на X-Rage не можешь пройти через стенку? Дядь, почему на X-Rage получают чистый урон от Раптуры? Вот вопрос, да? Джи-Джи. Прям... Прям очень жестко. Ну, на самом деле, молодцы, ребята. Ну что ж, на этом вот такой вот был Мирор Матч. Как говорится, ребятки, сей басни смысл таков. Хороший герой, залог успехов. Молодцы. Ну что ж, продолжаем, ребятки, стрим в стандарт. Сейчас буду выполнять заказ героев. Гудгейм. Молодцы. Реально очень жесткая игра получилась. Очень хорошо камбэкнули. Реально камбэкнули хорошо. Момент решает, согласен. Тоже. Но видишь, как получилось? Первую игру команда Жуманалиева, да? Они вообще в салат проиграли на вот этих героях. В салат вообще. Ничего не смогли сделать. А героями поменялись и выиграли спокойно. Видишь как? Немножко напряжно. Не сказать, что неспокойно. Они... Команда Жуманалиева сыграла очень плохо за этих героев. Очень плохо сыграли. Команда Скоржи намного лучше за этих героев сыграли. Но тем не менее, видите, как? 1-1. 1-1. То, что нужно было, мы здесь, как говорится, узнали. Гудгейм. Хорошая игра. Спасибо, ребят, всем, кто посмотрел ее от души. Спасибо.